Всем добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую всех, кто включился в наш сегодняшний тренинг, который сделал такой достаточно резкий крен от идеи бизнеса к идеям здоровья. Но так получилось, что мы с вами занимаемся тем самым бизнесом, который находится на пересечении и бизнеса, и предпринимательства, и все-таки мы занимаемся вопросами здоровья, поэтому, получив достаточно интересную информацию, которая, я думаю, будет и вам интересна, я, конечно же, захотела с вами поделиться той информацией, которая немножечко, скажем так, раскроет какие-то секреты и не просто ответит на вопросы, да, если хочешь быть здоровым, что для этого нужно сделать, но немножко я вам покажу механизмы, потому что мы все равно сегодня, вы увидите это в этой презентации, в этом тренинге, придем к мысли о том, что вода, еда, движение – это главные-главные-главные киты, на которых изиждется наше здоровье, но когда мы об этом говорим просто так, вот сказали, и все на этом закончилось, кто-то верит, кто-то не верит. Вот моя сегодняшняя задача – показать вам механизмы, как это работает и почему, собственно говоря, мы обычно ссылаемся на те самые три кита. Конечно, я в меньшей степени буду говорить сегодня о воде, если есть желание, мы можем воде вообще посвятить отдельную презентацию, потому что по воде есть потрясающие совершенно материалы, которые сами по себе доказывают то, что, в общем-то, в основе развития огромного количества заболеваний лежит дефицит воды. Но сегодня мы больше будем говорить о еде и движениях. И, знаете, вот если все эти три темы действительно хорошо разобрать, их понять, их принять, в них вникнуть, мы с вами действительно придем к тому, что быть здоровым – здорово, а самое главное – поймем то, с чего мне хочется начать сегодняшний тренинг. Итак, листаем слайды, рассказываю то, что, в общем-то, я думаю, прольет свет на очень многие процессы, которые вам наверняка давно и хорошо известны. Здоровое долголетие изначально даровано человеку творцом и доступно каждому. Фраза вторая. Быть здоровым гораздо проще, чем быть больным, потому что здоровье – естественное состояние организма. Как обычно, я создавала PowerPoint-презентацию, которая призвана была как-то иллюстрировать какие-то слова, цитаты, тексты, которые я буду вам сегодня говорить и рассказывать. И вот когда я нашла эту фотографию, эту картинку, мне она показалась на 100% уместной. Я даже представить себе не могу, что что-то еще можно найти, что было бы более, скажем так, реалистично, и что бы отражало суть той фразы, которую вы видите на этом слайде – быть здоровым гораздо проще, чем быть больным, потому что здоровье – естественное состояние организма. Если вы внимательно смотритесь на содержимое ладошек этой милейшей совершенно девушки, вы увидите, что на одной ладони у нее яблоко, то есть это натуральный продукт питания, которым изначально питались наши предки, а на второй руке пирожное, пирожное, которое по большому счету не так давно стало какой-то, знаете, такой неотъемлемой частью рациона людей. И в тот момент, когда мы стали изменять свой рацион, когда мы стали изменять привычкам наших предков, при предках мы получили тот пакет заболеваний, который на сегодняшний день носит название болезни цивилизации. Болезни цивилизации, их немного, не такой большой перечень, но то, о чем мы сегодня будем с вами говорить, оно касается напрямую болезни цивилизации, потому что именно эти болезни уносят на сегодняшний день самое большое количество смертей. Именно эти болезни сегодня медиками названы неинфекционной эпидемией. Почему эпидемией? Потому что она поражает огромное количество людей. Вот прекрасно знаете, что есть одна из болезней, которая относится к категории болезни цивилизации, эта болезнь носит название ожирение, так вот в мире каждый третий человек страдает этой проблемой. Представьте, треть населения планеты страдает ожирением. Два миллиарда человек, живущих на нашей планете, страдает этим недугом. Это на самом деле очень и очень много. Но здоровье только одно, зато болезням нет числа. Вот если вы вдумчиво прочитаете еще раз, еще раз и еще раз эту фразу, которая написана, она казалась бы такая простая, такая короткая. Здоровье только одно, зато болезням нет числа. Вот если вы хорошо вникнете в эту фразу, вы увидите и поймете то, что безусловно я, в общем-то, несколько раз за сегодняшний тренинг буду обращаться к линейке нашей продукции. И здесь это обращение было бы совершенно уместно. Почему? Потому что, когда речь идет о лечении огромного количества заболеваний, о огромном списке заболеваний, которые входят в большую медицинскую энциклопедию, как я всегда об этом говорю, мы должны понимать, что подход к лечению любого или каждого заболевания, он индивидуален. У каждого заболевания есть своя отработанная или не вполне отработанная схема лечения. Есть не только заболевания, есть симптомы и синдромы, и их тоже огромное количество. У меня есть справочник, который так и называется, справочник симптомов и синдромов. Это тысячи наименований. И знаете, меня так веселит иногда, когда во время наших презентаций кто-нибудь из наших гостей в чате пишет название симптома или синдрома, и ну как бы такой немой вопрос, а как может ламинин помочь при этом состоянии. Вот я хочу, чтобы вы еще раз прочитали первые три слова, которые находятся в этой цитате. Здоровье только одно. Поэтому, когда мы с вами работаем в индустрии wellness, когда мы с вами работаем с такой материей, как здоровье, мы должны понимать, что подходы к сохранению здоровья, они одни. Они достаточно просты и, можно сказать, примитивны. Потому что у любого процесса есть свои законы. Так вот, законы здоровья, они не зависят от того, какие заболевания обрел уже тот или иной человек. Если человек хочет, уйдя от здоровья к болезни, вернуться к здоровью, он должен делать простые шаги, которые могут сделать его реально здоровым человеком. Вот моя сегодняшняя задача не просто показать эти шаги, но немножко объяснить, немножко раскрыть их, потому что, могу вам сказать честно, мне кажется, что такие глубинные знания внутренние, они вроде бы как и не нужны. Но когда я наблюдаю большое количество наших партнеров, я иногда срываюсь на необходимость все-таки углубиться вот в эту информацию. Почему? Потому что я вижу, что даже те наши партнеры, которые подписались, которые стали партнерами, которые закупили продукт, которые даже начали его пить, они все-таки не до конца понимают, зачем это надо, почему это надо делать длительно, почему вообще нужно не просто пить ламини, а вести здоровый образ жизни. И когда они этого не делают, они не получают результата. Вот это непонимание большим количеством людей, почему это нужно делать постоянно, привело к тому, что мне знакомо сегодня очень большое количество различных людей, которые трудятся в различных сетевых компаниях, которые гордо говорят, что мы в индустрии, в wellness, в индустрии сетевого бизнеса уже 10, 15, а то и 20 лет. Тогда возникает вопрос, если вы так долго пользуетесь продуктами для здоровья, почему вы все-таки больны? А больны потому, что нет понимания того, как правильно это делать. Нет понимания того, что нет ни одной таблетки, которая могла бы за нас сделать то, что нам необходимо делать. И вот та тема, которая возникла вот сегодня, она как раз и направлена на то, чтобы объяснить вам, почему вы должны слышать те рекомендации, о которых мы очень часто говорим на своих презентациях. Но давайте двигаться. Двигаться в рамках понимания процессов, которые приводят к развитию болезней. Итак, что такое болезни и откуда они берутся? Я еще раз делаю акцент на том, что я сейчас не пытаюсь раскрыть истоки развития всех заболеваний. Мы с вами берем блок болезней цивилизации и именно по ним пройдемся, потому что еще раз я вам покажу этот список, и вы поймете, что это самые часто встречающиеся заболевания. Когда мы начали говорить о истоке, о причинах болезни, наверное, для кого-то стало несколько неожиданным то, что первый слайд, это слайд, в котором первое же слово, слово «инсулин». Инсулин – это главный гормон организма, стимулирующий рост и размножение клеток. Все болезни цивилизации происходят от избытка инсулина. Здесь я уже предвкушаю возникновение вопроса у большого количества людей, которые вспомнили о том, что есть такое заболевание, как сахарный диабет. Но сегодня я вам как раз расскажу о том, что даже в основе развития сахарного диабета второго типа лежит все-таки не дефицит инсулина, а его избыток. Но давайте начнем шагать по этим слайдам по порядку. В наших клетках, в нашем организме ничего не бывает просто так. Клетки имеют достаточно сложную структуру, как внутреннюю, так и внешнюю. Когда мы проводим презентации, я очень часто говорю о полиненасыщенных жирных кислотах, когда я рассказываю об омеге, говорю о том, что клетка состоит из мембраны, которая обладает очень мощной специфической функцией, а эта мембрана состоит преимущественно из липидов и небольших белковых канальцев, через которые происходит взаимодействие внешней и внутренней среды клетки. Вот здесь вы видите схему, схематическое изображение нашей клетки, у которой вы видите желтые горошинки, которые выстроены заборчиком. Это липидный слой. А синие образование, через которое что-то попадает в клетку, а что-то выходит из клетки, это те самые канальцы. Но в данном случае клетка имеет достаточно большое количество различных канальцев, которые обладают специфической функцией. Какие-то из них пропускают микроэлементы туда-обратно, какие-то пропускают гормоны, ферменты, которые либо синтезируются клеткой, либо заходят в клетку для того, чтобы подвергнуться какому-то синтезу. Но те синенькие кустики, которые изображены на этой схеме, это инсулиновые рецепторы. На каждой клетке, а в частности на жировой клетке, этих инсулиновых рецепторов насчитывается до 200 тысяч штук. Инсулиновые рецепторы, они бывают двух видов, так как инсулин, он выполняет две задачи, соответственно, два вида рецепторов, которые есть на наших клетках, которые взаимодействуют с инсулином. Есть быстрый эффект инсулина, который решается через один вид рецепторов. И этот быстрый эффект инсулина заключается во влиянии на клетки, приводящие к поглощению ими сахара. Именно вот этот компонент взаимодействия сахара с клеткой, инсулина с клеткой, он лежит в основе развития различных видов диабета, первого типа, второго типа и так далее. И медленный эффект, потому что у инсулина есть очень большое многообразие функций, и медленный эффект инсулина заключается в стимуляции роста и размножения клеток. Вот здесь возникает тот самый парадокс, и вот в этой фразе, которая находится внизу, вот вторая фраза, медленный эффект, это стимуляция роста и размножения клетки. Лежат ответы на вопросы, что происходит с нашим организмом, и почему переизбыток инсулина приводит к развитию заболеваний. Потому что, когда мы с вами дойдем до слайда со списком, с перечнем болезни цивилизации, вы увидите, что каждая из этих болезней характеризует определенное увеличение чего-то. Если мы говорим о сахарном диабете, увеличение числа, вернее, увеличение уровня сахара в крови. Если мы говорим об атеросклерозе, увеличение количества холестериновых бляшек в сосудах. Если мы говорим о гипертонии, мы говорим о повышении артериального давления. Если мы говорим об онкологии, мы говорим о росте числа клеток, атипичных клеток, которые формируют раковую опухоль, И так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. 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 Здесь возникает обратный эффект. При развитии сахарного диабета второго типа инсулина в крови настолько же много, насколько уровня сахара. И вот это огромное количество инсулина, которое выбрасывает наша поджелудочная железа, начинает активировать и стимулировать все, что можно активировать и стимулировать. И именно это является ответом на вопрос, почему люди, страдающие ожирением или тем же сахарным диабетом, они же имеют огромные риски развития, допустим, тех же онкологических заболеваний. То есть происходит активация и стимулирование всего, что может быть активировано и простимулировано. Таким образом, избыток инсулина вызывает и плохое самочувствие, и портит внешний вид, и приводит к болезням, и ускоряет старение. Почему возникает избыток инсулина? Избыток инсулина возникает потому, что мы с вами неправильно едим. И я вам могу сказать, что есть разные подходы к тому, как нужно правильно питаться. И есть подходы, которые вызывают стопроцентное уважение, а есть подходы, которые вызывают желание разобраться. И вот тот подход, о котором всегда говорили, то есть когда я говорила, что я не могу есть много, мне говорили, что тебе нужно кушать 5-6 раз в день. Я внутренне очень сопротивлялась этому постулату, но на каком-то этапе своей жизни сказала, все, ладно, возьмусь, сделаю это. Она обзавелась на работе холодильником и начала дробно, мелкими порциями и низкокалорийными продуктами питаться. Могу вам сказать честно, что такая форма диеты никак не привела к коррекции веса. И сейчас, когда я стала изучать влияние инсулина на наш организм, я поняла, что было фатальной ошибкой сорваться на эту авантюру, потому что сейчас я вам буду говорить совершенно обратные вещи. То есть я вернулась к тому, что, оказывается, раньше я питалась правильно, но единственное, чего мне не хватало, это активности. Почему? Почему здесь нарисована эта волна? Потому что наш организм выдаёт нам инсулин, который продуцируется в бета-клетках поджелудочной железы, которые представлены в поджелудочной железе в виде скоплений, которые называются островками Лангерганса. Кстати говоря, Лангерганс – это молодой человек, студент-медик из Германии, который в 1896 году в возрасте 22 лет обнаружил эти островки, и они были названы его именем. Так вот, эти островки, они выдают нам порции инсулина, накапливают инсулин и выдают порции инсулина всякий раз, когда мы с вами садимся за стол. А теперь представьте, что вы садитесь за стол в течение дня в течение 6 раз, и нашему организму совершенно всё равно, какое количество пищи в этот момент вы поглощаете. Наш организм просто выдаёт весь накопленный инсулин, но это было бы не просто, скажем так, не столь фатальной проблемой, если бы организм выдавал инсулин только на приём пищи. Есть другая проблема, которая связана с тем, что инсулин у нас вырабатывается не только на приём пищи, выделяется на приём пищи, но и может выделяться постоянно в базовых концентрациях, которые увеличиваются в связи с тем, что мы с вами начинаем взрослеть, не хочется говорить стареть. Итак, для того, чтобы исключить вот эти бесконечные волны выдачи инсулина в наш организм, необходимо сделать следующее. Исключить перекусывание. Есть каждый раз досыта. Отказаться от любого приглашения перекусить за компанию. Просто пить воду, чай или кофе. Я подробно о том, как нужно правильно питаться, вам пониже расскажу. То есть это та тема, которая будет постепенно раскрыта в течение нашего сегодняшнего тренинга. Всякий раз, когда вы садитесь за стол, задавайте себе вопрос, насколько вы проголодали и хотите ли вы сейчас наесться досыта. Если вы сейчас говорите себе, что нет, сильно много кушать я не хочу, но я бы перекусил. Лучше замените этот прием пищи стаканом воды. Это будет гораздо полезнее для вашего организма. Итак, наша еда. Действительно, съедаем ли мы полноценный обед или съедаем мы просто какой-то легкий творожок или просто один бутерброд с чаем, даже может быть нескладким. И всякий раз мы получаем новые и новые порции инсулина, которые делают достаточно серьезные проблемы, создают серьезные проблемы в нашем организме, потому что инсулин начинает стимулировать все, что можно стимулировать. Есть идеальная схема ограничить количество инсулиновых волн до двух волн в сутки. Если вот большие волны, вот эти две волны в сутки вы будете получать, а это что значит, что вы должны кушать всего два раза в сутки, то это будет идеальное состояние, когда ваш организм будет перерабатывать и те углеводы, которые вы получаете с пищей, и будет начинать перерабатывать те жиры, которые вы уже успели накопить. Безусловно, если мы будем с вами правильное питание сочетать с выполнением физических упражнений. Причины повышения уровня инсулина в крови. Выброс инсулина клетками островков Лангерганса при приеме пищи. И второе, это базовый инсулин, то есть не связанный с едой. Вот в той книге, по которой я готовила эти материалы, там было написано, что выделение базового инсулина очень напоминает протекающий кран. И чем старше мы с вами становимся, тем больше кран протекает. Соответственно, я вам сегодня обязательно покажу одну схему, которая вам ответит на вопрос, почему есть большое количество людей, которые говорят, что мы едим столько же, сколько в молодости, а может быть и меньше, чем в молодости, но несмотря на это набираем вес. То есть сегодня вы получите абсолютно все ответы на свои вопросы. Наш организм достаточно умная машина, и когда он создал инсулин, он безусловно не мог оставить ситуацию просто так, и он создал вместе с инсулином его антагонист. Антагонист, который обязан связывать инсулин, излишки инсулина и выводить его из организма, то есть нейтрализовывать излишки инсулина, дабы он не вызывал негативного воздействия на наш организм. Этим антагонистом является вещество, которое носит название инсулиноподобный фактор роста 1. Весь парадокс заключается в том, что этот инсулиноподобный фактор роста 1 вырабатывается мышечными клетками. Но следующая часть парадокса заключается в том, о чем я вам очень часто говорила на презентациях, что после 30-летнего возраста, если человек не занимается поддержанием объема мышечной массы, вот просто живет, объем мышечной массы у него начинает снижаться. Соответственно, чем старше мы становимся, если мы не принимаем никаких мер, а просто живем и киваем на то, как питались наши предки, мы имеем уменьшение объема мышечной массы и постепенное увеличение объема жировой массы. И у нас остается неприкрыта тема антагонизма этого инсулина и растущей концентрации инсулина оказывается некому связывать. Таким образом, вот эти растущие концентрации инсулина приводят к тому, что начинают возникать те процессы, которые приводят нас к развитию различных заболеваний. Итак, если мы хотим с вами быть здоровыми, мы должны усвоить очень простую вещь, ну вот два вот этих пункта, которые вы можете либо сфотографировать, сделав скриншот этой страницы, либо просто переписать. Я вам рекомендую просто переписать, коль скоро у нас на презентации, сегодня на тренинге не будет больших текстов, потому что когда вы будете слышать, видеть и писать, вы лучше запомните то, о чем я вам сейчас рассказываю. Для того, чтобы быть здоровым, нужно выполнять всего две рекомендации. Есть досыта, никогда не перекусывать, в идеале перейти на двухразовое питание. И пункт второй – делать силовые упражнения. И сегодня вот то, о чем я вам сейчас говорила, это то, на что мы с вами сейчас начнем смотреть с разных сторон, для того, чтобы к концу тренинга у вас было полное понимание, как с этим дальше жить. Итак, давайте с вами вспомним болезни цивилизации, гипертония, ожирение, сахарный диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз. Сюда я могу, кстати, добавить еще один пункт, который носит название «половые расстройства». Это на самом деле очень важный пункт, о котором многие стыдливо молчат, но это действительно серьезная проблема. Если бы это было не так, у нас не возникало бы практически в каждом крупном городе по нескольку центров экстракорпорального оплодотворения. То есть действительно это были 60-е и 70-е годы, когда я, будучи даже ребенком, очень хорошо знала статистику по бесплодию, поскольку родилась и выросла в медицинской среде и всегда открыв рот слушала о том, о чем говорят взрослые. И именно эти разговоры привели меня в медицину, потому что это то, в чем я жила с 4-х летнего возраста. Так вот, когда я была маленькой, в тот период времени преобладало женское бесплодие, которое было связано чаще всего с перенесенными инфекционными заболеваниями, с возникновением различных спаечных процессов, которые затрудняли переход яйцеклетки по трубам в матку. Это была самая частая проблема бесплодия, гормональные проблемы были гораздо более редкими. И уж вообще в качестве казуистики, наверное, один на тысячу отмечалось мужское бесплодие. На сегодняшний день количество женщин, которые рожают через экстракорпоральное оплодотворение, становится настолько катастрофическим, что у меня иногда возникает ощущение, что естественным путем люди уже размножаться не в состоянии. То есть это то, о чем я хочу сказать, что это на самом деле очень серьезная проблема бесплодия у женщин и бесплодия у мужчин, потому что у мужчин произошла даже статистически такая вещь, как очень выраженное снижение количества сперматозоидов в эякуляте. То есть их стало само по себе гораздо меньше. Это во-первых. Во-вторых, они стали менее подвижны, менее активны. Есть огромное количество мужчин, молодых мужчин, которые не могут стать отцами и вынуждены прибегать к ЭКО в силу просто малой активности своих сперматозоидов. Таким образом, половые расстройства можно было вполне спокойно добавить с последним, ну, может так, не последним, а последним пунктом с многоточием в комплекс болезни цивилизации, потому что я думаю, что этот список будет расти. Итак, давайте подумаем с вами, посмотрим, как работает тот самый инсулин. Вот в нашей клетке есть рецепторы. Молекулы инсулина, они обладают определенной конфигурацией, и они начинают захватываться этими рецепторами, проявляя те свойства, которые для них характерны. То есть быстрый эффект и медленный эффект. Проведение сахаров внутри клетки с созданием объема выделенной энергии. И второй эффект стимуляции, активации роста. Если инсулина становится в организме очень много, рецепторы перестают его воспринимать. Знаете, в медицине есть такое определение, как запредельное торможение. Вот, допустим, если человек подвергается каким-то болевым воздействиям, да, вот если мы усиливаем болевой импульс, вначале человеку больно, потом сильно больно, потом очень больно, потом очень-очень больно. Но на каком-то этапе мозг отключается, и возникает эффект запредельного торможения. То есть мы можем бесконечно увеличивать силу болевого воздействия, а человек в этот момент уже, в принципе, перестанет чувствовать боль. Этот эффект, он является защитным и очень хорошо работает, особенно в тех катастрофических ситуациях, когда люди попадают в плен и подвергаются каким-то пыткам. Они перестают, они отключаются, они перестают испытывать боль, потому что если это не произойдет, это будет болевой шок, ну, кто-то погибает, а кто-то переходит за этот барьер запредельного торможения и получает тот самый эффект. То есть наш организм способен в течение какого-то периода времени реагировать на растущие импульсы, а потом он начинает перерубать каналы и говорить, все-все-все, хватит, вы мне надоели. И поэтому на каком-то этапе, если у нас идет перебор с количеством инсулинов в крови, наши клетки начинают избавляться от инсулиновых рецепторов, особенно от тех инсулиновых рецепторов, которые отвечают за перенос глюкозы внутрь клетки. То есть мы перестаем иметь сахар в качестве источника энергии, он начинает накапливаться в крови, потому что он не утилизируется в клетке, не используется клетками, но рецепторы, которые отвечают за рост, активацию и стимуляцию, они продолжают работать. И вся масса инсулина, которая выделяется в крови в большое количество, она начинает влиять именно на эти рецепторы, которые начинают активировать и стимулировать различный рост. Это то, что происходит с нами тогда, когда мы с вами едим как хотим. Честно говоря, я читала эту книгу после того, как определилась со своим расписанием еды, и тут вдруг ко мне в гости пришла моя подруга, которая по дороге мне названивала, говорила, что ты будешь кушать, что мне купить, какие пирожные. Потом в итоге пришла и принесла просто апельсины и яблоки. Но знаете, я начитавшись этих материалов, я просто есть не могла. Она говорит, а что ты не ешь такой вкусный апельсин? А я не могла его есть, потому что я понимала, что это тот самый мой перекус, который проведет к возникновению дополнительной инсулиновой волны. А теперь-то я себя люблю, мне хочется себя беречь. То есть сейчас я очень хорошо понимаю, что нужно сделать для того, чтобы сохранить свое здоровье. Итак, первая задача тогда, когда у вас либо уже возникли эти заболевания, либо вы цените свое здоровье и хотите сделать все для того, чтобы этих болезней у вас никогда не было. Первая задача добиться снижения уровня инсулина. Что вы для этого можете сделать? Для этого вы можете просто сократить число приемов пищи. Потому что я хочу, чтобы вы еще раз очень хорошо запомнили, что когда вы садитесь за стол и начинаете кушать, сколько вы скушали, уже не имеет для инсулина ровным счетом никакого значения. Вторая задача, которую вы должны реализовать, это увеличить число инсулиновых рецепторов, для того, чтобы те самые быстрые рецепторы начали восстанавливаться, начали захватывать излишки сахара и начали утилизировать ее через клетки с выделением большого объема энергии. Эту задачу можно выполнить только тогда, когда вы начинаете работать с объемом мышечной массы. Здесь я хочу, чтобы вы немножко вспомнили паралинейку нашей продукции и подумали, как в эту часть встраивается наш продукт под названием ламинин. Встраивается идеально. Первое. Основной задачей ламинина, очень важной задачей ламинина, является восстановление функции, восстановление памяти клетки. Это та самая важная задача, которую этот продукт решает. И именно поэтому мы видим потрясающие результаты по применению этого продукта у людей, страдающих в частности с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и другими заболеваниями, которые связаны с болезнями цивилизации. Второй момент, который связан с решением конкретно этой задачи, и который может быть использован с применением нашего продукта, это то, что он содержит полный набор аминокислот, и в частности незаменимые аминокислоты. Те самые аминокислоты, которые содержатся в белках растительного происхождения и которые очень активно используются нашим организмом для синтеза, в том числе и мышечной массы. Поэтому это очень полезная комбинация, те рекомендации, о которых мы говорили, с применением ламинина, потому что здесь мы можем получить очень мощного помощника для решения очень важных задач по восстановлению и сохранению нашего здоровья. Итак, сахарный диабет. Сахарный диабет это заболевание, которое становится настолько часто встречающимся, что мне кажется, что его гораздо больше, чем количество людей, страдающих ожирением. Даже не 30%, а может быть гораздо больше, потому что иметь сахарный диабет вполне можно, не имея лишнего веса. Диабет это не болезнь повышенного сахара, а болезнь роста. Вот это и есть тайна диабета второго типа. С тем, что связано с сахарным диабетом, самая действительно большая проблема заключается в том, что врачи и пациенты, они всегда стараются бороться с излишками сахара, не понимая того, что, в общем-то, задача заключается в борьбе с излишками сахара внутри организма, хотя это тоже важная задача. Но самая большая задача заключается в восстановлении инсулиновых рецепторов и в стимуляции антагониста инсулина через работу с мышечной тканью, то есть того самого инсулиноподобного фактора роста 1, который является базовым антагонистом инсулина. Только так мы можем действительно вылечить сахарный диабет, хотя сегодня это считается неизлечимым заболеванием. Я уже косвенно коснулась того, что происходит во время сахарного диабета, тогда, когда при диабете действительно самой серьезной проблемой являются осложнения, осложнения связанные с развитием различных ангиопатий. Это и энцефалопатия, то есть нарушение капиллярного кровотока в нашем головном мозге, и так называемая ретинопатия, когда происходит изменение функции нашего зрения, потому что происходит подавление и уменьшение просвета сосудов, питающих глаза. Это и различные ангиопатии, связанные с питанием нижних, особенно конечностей, хотя вот честно нас учили не говорить про конечности, это все-таки руки и ноги, на ногах, потому что развитие ангиопатии на ногах у людей, страдающих с сахарным диабетом, приводит и к развитию трофических изменений, и к развитию гангрены, в результате чего есть большое количество людей, которые заканчивают свою жизнь такой достаточно грустной ситуацией, связанной с ампутацией. Почему? Потому что под влиянием инсулина происходит значительное утолщение стенок капилляров, и они становятся плохо проходимыми для крови. Поэтому еще раз хочу сказать, что не сам по себе сахар, не сама по себе плюшка, не сама по себе та еда, которую мы едим, а именно неспособность нашего организма утилизировать излишки инсулина, является самой важной в том заболевании, которое носит название сахарный диабет. Стратегический план выздоровления при сахарном диабете. Потрясающие цитаты человека, о котором наверняка многие из вас уже слышали, знают, потому что его изречений крылатых очень-очень много блуждает, и в разных книгах, и литературе, и в интернете. Станислав Ежелец. Чаще всего выход там, где был вход. Чтобы добраться до истоков, нужно плыть против течения. И мы теперь с вами уже немножко понимаем и знаем, где тот самый вход и где тот самый выход, и куда нам двигаться для того, чтобы возвращаться к нашему здоровью. Итак, для здоровья необходимо достичь равновесия между инсулиновыми рецепторами и числом молекул инсулина. Хочу сказать немножко о сахарном диабете первого типа. Сахарный диабет первого типа, он немного неприятен тем, что, как правило, он диагностируется у детей. У маленьких детей, у которых, по всей видимости, в связи с какими-то врожденными аномалиями и дефектами, вот эти самые островки Лангерканса, не выполняют функцию инсулинообразующую. И, кстати говоря, вот это является спасением этих людей, потому что среди тех людей, которые страдают сахарным диабетом первого типа, есть очень много долгожителей, есть очень много людей, которые в глубокой старости выглядят гораздо лучше, чем их ровесники, и у этих людей практически не диагностируются такие заболевания, как гипертония, ожирение и онкологические заболевания. Опять же, почему? Потому что у них есть проблема. Эта проблема связана с тем, что у них недоразвитые вот эти самые бета-клетки островков Лангерганса, и они не вырабатывают инсулина. И поэтому тот тип заболевания, который относится к первому типу, носит название инсулин-зависимый. То есть, когда организм сам инсулин не вырабатывает, но человек, который садится за стол и кушает, он должен ввести инсулин-инъекционно для того, чтобы купировать и заблокировать, каким-то образом усвоить те углеводы, которые он получает вместе с пищей. Это единственный дискомфорт сахарного диабета первого типа. Но для того, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно, их просто приучают спокойно относиться к своему состоянию. Это первое. А во-вторых, не зависеть от инсулина в кармане. А не зависеть от инсулина в кармане, это значит то, что если тебе нужно покушать, а ты знаешь, что у тебя закончился инсулин или нет с собой шприца, ты просто заменяешь прием пищи стаканом воды. И все. И эти люди, которые начинают есть иногда гораздо меньше, чем каждый из нас, который может есть бесконтрольно, действительно оказываются избавленными от риска тех заболеваний, которые носят название болезнь цивилизации. Таким образом, вот такой парадокс. Казалось бы, обычно мамы начинают очень переживать, когда у детей ставится диагноз инсулинозависимого сахарного диабета, именно потому, что они оказываются привязанными к инъекциям. Но, как оказывается, природа, она где-то кнутом, а где-то пряником. То есть где-то она устраивает кнут в виде заболевания, а где-то в качестве пряника дает такой потрясающий бонус. Полное отсутствие риска развития болезни цивилизации. С моей точки зрения, это уже неплохо. Но гораздо хуже, когда мы с вами можем считать себя тем, что называется нормальными людьми. Нормальными людьми с нормальными рисками. И когда мы, нормальные люди, перестаем понимать, что с нами происходит тогда, когда мы в любой момент можем подсесть к любой компании, где-то что-то перекусить, закинуть какую-то шоколадку, проголодались, кинули печенюшку. Нашему организму, еще раз повторю, совершенно все равно, в каком количестве и что вы едите. Но всякий раз, когда какая-то еда попадает в наш организм, поджелудочная железа начинает выбрасывать волны инсулина, которые губительно сами по себе могут действовать на наш организм, в том случае, если его слишком много, если в нашем организме отсутствует антагонист. Вот эта красивая, пухленькая девушка, которая так весело смотрит на нас на этом слайде. Вот если вы такую девушку увидите живьем, вот если такая девушка находится рядом с вами, является вашей коллегой по работе, вашей соседкой, может быть, членом вашей семьи, я не думаю, что эта девушка очень захочет снижать вес, и она будет говорить о том, что мне и так хорошо, и очень часто женщины говорят, а муж меня и такой любит. Замечательно, но у этой девушки есть достаточно большое количество жира и очень небольшое количество объема мышечной массы. Соответственно, когда она с таким вожделением смотрит на эти булочки, тем более их поглощает, всякий раз инсулин заливает ее организм, формируя те риски, которые являются на самом деле серьезными рисками для развития заболеваний. Итак, для того, чтобы мы с вами были абсолютно здоровыми, нам нужно стремиться к тому, чтобы у нас не просто два раза в день изливались волны инсулина, а чтобы между вот этими волнами были достаточно серьезные промежутки. Почему? Потому что, когда происходит прием пищи и выброс инсулина, инсулин очень быстро переносит, используя быстрые рецепторы, глюкозу, которая содержится в продуктах питания, в клетке. В клетках проходят определенные этапы синтеза каких-то веществ различных из этого, из этой глюкозы с расщеплением, выделением энергии, а излишки, они начинают депонироваться, и из них начинает синтезироваться жир. Если мы с вами создали достаточно серьезный интервал временной между приемами пищи, то тогда, когда организм справился с утилизацией глюкозы, он же продолжает работать. Наш организм работает постоянно, и в этот момент мы можем ходить, прыгать, читать, писать, считать, делать какую-то работу, спускаться, подниматься по лестницам, делать все, что угодно. И если у нас вот этот интервал между приемами пищи достаточно существенным, именно в этом интервале происходит расщепление жира, потому что организм начинает использовать депо для выделения энергии. Поэтому запомните, пожалуйста, эти картинки, запомните, пожалуйста, эти волны, и запомните одну простую вещь – еда плюс силовые упражнения лежат в основе нашего здоровья. Почему мы говорим именно о силовых упражнениях? Я понимаю, что сейчас, наверное, многие меня слушают и думают, блин, 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 как это делать. Но, знаете, вот я совершенно согласна с тем, что написано на этом слайде. Силовые упражнения, они интенсивнее, чем аэробные упражнения, но делать их намного легче. Это вот абсолютно точно по себе. То есть я человек, который раньше никогда этого не делал, но сейчас я пошла в фитнес и начала выполнять те самые силовые упражнения. И я вам могу сказать, что действительно их выполнять гораздо легче. И если тренер мне говорит 20 раз, а мне тяжело, я могу совершенно спокойно сделать 15 раз, но я делаю некоторое количество повторений, и на следующий раз мои мышцы готовы и к большему весу, и к большей нагрузке. И так совершенно постепенно, не насилуя себя, а через просто удовольствие, которое я получаю от тренировки, я могу все больше и больше работать с мышцами. Именно работать с мышцами. Если мы сравниваем различные варианты физической нагрузки, то самыми эффективными являются силовые упражнения, бег и прыжки. Окей, скажете вы. А что же делать тогда, когда у меня 130-150 килограммов лишнего веса, и бегать и прыгать мне очень тяжело? Надо просто начать работать с мышцами. Для этого, безусловно, нужно пойти в тренажерный зал, и любой тренер, опытный тренер, он сможет подобрать вам очень деликатные упражнения, с которых вы начнете делать то, что начнет двигать вас по здоровью. Я сегодня постараюсь, вы знаете, видите, как я тороплюсь, потому что у нас лидерский совет, буквально через 15 минут, и мне нужно много еще успеть вам рассказать. Вот Ирина мне не написала, будет ли сегодня лидерский совет, точно. Но давайте будем двигаться, там посмотрим, называется. Итак, интенсивные силовые упражнения намного легче, чем аэробные. Потому что аэробные, аэробика, вам надо прыгать и скакать, а это очень тяжело, а когда вы просто лежите или сидите и тягаете гантельки, те, которые вам посильно, это делать гораздо проще, но при этом мышца работает куда более эффективно. Она работает именно так, как необходимо для того, чтобы выделить инсулиноподобный фактор роста 1 и блокировать излишки инсулина в вашем организме. Силовые нагрузки стимулируют увеличение объема мышечной массы, что тоже очень важно. Чем больше мышечная масса, тем больше у вас энергии. Почему так трудно соблюдать диету? Диету оказалось трудно соблюдать по нескольким причинам. Первая причина психологическая. Если вам говорят, что вам нужно есть столько-то раз в день, и вам говорят о том, что нужно есть не ту пищу, которую вы обычно привыкли есть, вы психологически уже начинаете сопротивляться, не говоря о том, что по большому счету совершенно все равно, какую пищу вы едите. Теперь мы с вами точно знаем ответ на вопрос, что нам все равно, какую пищу есть, если на любой прием пищи мы все равно получаем выброс инсулина. Таким образом, мы начинаем истязать себя различными диетами, но выплеск инсулина продолжается. Если мы с вами еще не выполняем силовых упражнений, не делаем физической нагрузки, рецепторы у нас не возобновляются, и огромные объемы инсулина, которые циркулируют в нашем организме, продолжают делать нас больными людьми. Видите, как все просто. Для того, чтобы начать снижать вес реально и начать снижать вес эффективно, не просто снижать вес, но и создавать хорошие показатели своего здоровья, действительно нужно обзавестись часами. Нужно поставить секундомер, нужно поставить таймер на телефон, нужно сделать все, что угодно, и определить для себя четко то время, которое вы принимаете пищу. Как вы ее будете принимать? Об этом в самом конце. Но почему после прекращения диеты прежний вес быстро возвращается? Я думаю, что мне не придется больше повторять тех слов, которые я вам уже сказала, вы уже прекрасно понимаете почему. Потому что у нас не произошло изменение структуры мышечной массы. Мы просто закрыли рот. Мы некоторое время поддержали организм в состоянии голода. И если даже в это время организм начал расщеплять какое-то количество резервного жира, это не значит, что мы восстановили структуру клетки. И поэтому, когда у нас терпение срывается, и мы прекращаем соблюдать диету, происходит увеличение объема веса, который становится гораздо больше, чем тот, который был до того момента, когда вы сели на диету. Таким образом, суть не в самой диете, а в правильных подходах и к тому, как правильно худеть. Вот правильно худеть сантиметрами, а не килограммами. Идеальный вес или идеальная фигура, вы всегда должны делать ставку на идеальную фигуру, потому что идеальный вес, он обязательно придет нам немножечко попозже, потому что первая задача, которую мы с вами перед собой ставим, это приучить себя к правильному ритму приема пищи, и второе, к увеличению объема мышечной массы. Если мы с вами этого не сделаем, мы не сможем изменить показатели своего здоровья. На этой схеме вы видите то, что происходит с нами с течением возраста, когда мы едим одинаковое количество пищи. Мы едим одинаково, у нас практически может не меняться образ жизни, потому что в 20 лет мы закончили институт, к 60 годам мы только вышли на пенсию, а весь этот период времени мы можем ходить на одну и ту же работу. То есть нагрузка у нас та же самая, дом, семья, работа, все вроде бы то же самое, а объем нашего тела начинает увеличиваться. Почему? Потому что с возраста тот кран, который выдает нам базовый инсулин, начинает протекать. И мы ничего не делаем для того, чтобы уменьшить количество инсулина в нашем организме и реанимировать, восстановить те самые инсулиновые рецепторы с тем самым антагонистом инсулина, который содержится в той самой мышечной массе, о которой мы все время должны с вами думать. Итак, стабильный вес является необходимым условием для сохранения здоровья. Наша задача находится в оптимальном для нашего возраста весе, не обгоняя и не отставая от него. То есть есть определенные возрастные нормы, и по большому счету эта норма заключается в том, что вот между 20 и 60 годами мы можем с вами набрать не более 10 килограммов лишнего веса. И если будет это именно так, то вы будете совершенно здоровым человеком, потому что плох и излишек жира в нашем организме, но плох и его дефицит, потому что если мы избавляем себя полностью от жира и становимся абсолютными остыниками, то мы должны с вами помнить, что все-таки те самые быстрые рецепторы инсулиновые, которые есть на нашей клетке, они в огромном количестве, до 200 единиц находятся именно в жировой ткани. Поэтому если у вас абсолютно нет жира, то у вас нет практически субстрата для утилизации большого количества инсулина, который выдает поджелудочная железа. И поэтому люди, которые имеют астеническое телосложение, то есть говорят, у меня вообще вот кожа и кости, нет даже подкожного жира. У этих людей, кстати говоря, очень часто бывает совершенно жесточайший атеросклероз, когда забиваются атеросклеротическими бляшками практически все сосуды. И риски развития рака у этих людей тоже очень высок. Почему? Потому что поджелудочная железа, она работает независимо от того, есть у вас жир или нет жира. Но если у вас нет этого жира вообще, или он ниже вашей возрастной нормы, вы будете иметь те же самые серьезные проблемы, которые относятся к категории болезни цивилизации. Итак, на примере сахарного диабета. Ну вот я вам могу сказать, что вот все, что здесь есть, вот это и прочее принципы абсолютно одни и те же. Еще раз хочу вам напомнить, что болезни много, а здоровье одно. И поэтому я не буду по каждой патологии рассматривать вот этот вариант и говорить одно и то же, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что подходы к здоровью абсолютно едины. Вода. Вода никогда не перестанет занимать первое место в нашей жизни, потому что мы на 70% состоим из воды. И хотите вы того или нет, но вы должны приучить себя к тому, чтобы пить 2 литра воды в день минимум. Если вы мужчина, живущий в городе, вы должны выпивать до 2,5 литров воды каждый божий день. Как вы себя будете к этому приучать? Для этого я вам прочитала целый цикл тренингов на системе Кайдзен. Пожалуйста, увеличивайте в день поглоточку до тех пор, пока вы не научитесь пить ровно столько, сколько будет полезно вашему здоровью. Еда. Я недаром использовала такую яркую картинку, потому что та система, о которой сейчас мы с вами ведем речь, система двухразового, по сути, питания, она предполагает то, что вы, когда садитесь за стол, вы должны поесть все, что вам хочется, и поесть досыта. Переедать нельзя. Ешьте досыта, но не переедайте и не перекусывайте. Но когда вы знаете, что у вас есть проблема лишнего веса, и вы садитесь за стол, сделайте то, о чем мы с вами говорили, тогда, когда изучали систему Кайдзен. Вот если у вас тут сколько? 4 колесика картошки и вот этот кусок мяса. Одно колесико картошки сразу уберите, то есть вы положите себе привычную порцию, но чуть-чуть сократите ее и отрежьте маленький шматочек мяса и тоже уберите. Съешьте столько, сколько у вас осталось на тарелке, я вас уверяю, что вы будете абсолютно сыты. Через какой-то период времени еще подсократите порцию до той, которая нужна для того, чтобы уменьшить калорийность и чтобы вы эффективнее начали снижать вес. Но кушайте, пожалуйста, то, что вам хочется, и всегда, когда садитесь за стол, помните, ешьте досыта, не переедайте и не перекусывайте. С самого начала вы должны установить для себя трехразовое питание, потому что по-другому будет очень сложно, особенно тогда, когда вы уже привыкли на все время чем-то где-то перекусывать. Когда вы формируете свой рацион, у вас на утро должны быть белки и небольшое количество углеводов для того, чтобы ускорить свой метаболизм. Все остальное время это преимущественно белковое питание, это постное мясо, и мясо нужно есть обязательно, потому что если вы не будете есть мясо, у вас не произойдет увеличение объема мышечной ткани, и не нужно на этот счет заблуждаться. Вам необходимо есть постное мясо, это постная говядина, это белое куриное мясо и белое мясо индейки, рыба. Вот эти продукты должны быть у вас в рационе обязательно. Почему? Потому что белок расщепляется медленнее, и пока все ваши обменные процессы задействованы, вы не испытываете чувство голода. Тогда вам гораздо проще именно по часам съесть чего-то три раза, но через некоторое время вы делаете шаг второй, и вы с трехразового питания переходите на двухразовое питание. Двухразовое питание должно стать основой вашей жизни. Это может быть либо завтрак и ужин, либо завтрак и обед, либо обед и ужин, независимо, вернее, скажем так, это не имеет никакого значения. Питайтесь здесь так, как вам хочется. Вот эти два приема пищи распределите в течение дня так, как вам удобно, но, пожалуйста, кушайте в одно и то же время. Тогда ваш организм научится выдавать столько инсулина, сколько необходимо, без тех излишков, которые будут работать против вас в развитии огромного списка болезней цивилизации. Периодически, и я хочу, чтобы вы сделали акцент на этом слове, периодически применяйте одноразовое питание, знаете, как разгрузочные дни. Периодически, или как типа поста, для того, чтобы немножко уменьшить инсулиновую нагрузку и дать своему организму возможность немного по-другому начать на вас работать. Но весь этот период времени, даже в тот период времени, когда вы будете есть один раз, вам необходимо продолжать заниматься спортом. Секрет здорового питания находится не внутри еды, а вне ее, в перерывах между едой. Это то, о чем я вам говорила, что жир начинает расщепляться тогда, когда между приемами пищи есть достаточно большой интервал. Итак, силовые упражнения. Записывайте. Преодолевающие сопротивление мышцы вырабатывают и выделяют в кровь инсулиноподобный фактор роста 1. Инсулиноподобный фактор роста 1 один из скульпторов нашего тела. Он формирует гармоничную и стройную фигуру, уменьшая жир за счет снижения уровня инсулина и укрепляя и усиливая мышцы. Это то, к чему мы с вами стремимся. Особенно женщинам не стоит бояться, что вот эти силовые упражнения приведут к увеличению объема мышц. Этого не произойдет, потому что мы с вами, слава богу, имеем во своем организме слишком небольшое количество тестостерона, поэтому единственное, что с нами может произойти, наши фигуры станут красивыми. Основные принципы силовых тренировок. Постепенность, постоянство, отдых. Отдых – это не месячный перерыв между тренировками, а отдых – это то, как вы делаете тренировку. Вот тренировки в тренажерном зале, они происходят по системе табата. Я вам тоже рассказывала, когда рассказывала про кайдзен. Когда вы, допустим, 20 секунд тренируетесь, 10 секунд перерыв, 20 секунд тренировка, 10 секунд перерыв, и вы по кратности вот эти вот упражнения делаете, то есть у вас физическая нагрузка, она чередуется с небольшой паузой, которая позволяет мышцам очень легко восстанавливаться. Планирование. Здесь вам, конечно, не обойтись без хорошего инструктора, который распланирует нагрузку так, чтобы в течение какого-то периода времени вы могли бы проработать абсолютно все группы мышц в своем организме. Когда вы делаете физические упражнения, и над вами стоит хороший тренер, он будет учить вас правильно дышать. Правильное дыхание – это как раз то, что обеспечивает нужным количеством кислорода и углекислого газа для того, чтобы расщеплять большее количество жира, находящегося в вашем организме. И, безусловно, кратность повторения. То есть обычно любая тренировка силовая, она состоит из 3-4 упражнений, которые вы повторяете 4 раза. Потом меняете работу с другой группой мышц. И в этот момент та группа мышц, с которой вы уже поработали, она отдыхает. И поэтому в конце тренировки вы испытываете ощущение удовольствия, но отнюдь не усталость. Я успела, как обещала, без 5-11 закончить этот тренинг. Я понимаю, что это была скороговорка, но мне кажется, что все равно я успела рассказать вам очень важные базовые вещи. Есть еще много чего интересного. Есть информация по воде, которую я тоже обещала, я обязательно вам ее расскажу. Но я хочу, чтобы вы так, скажем так, переспали с этой мыслью. Я, естественно, сделала запись. И эта запись будет размещена в наших чатах. Вы сможете еще раз прослушать, записать для себя какие-то важные вопросы. И в субботу на тренинге, который мы будем проводить для наших партнеров в 8 часов утра по московскому времени, вы можете задать мне абсолютно все вопросы, которые касаются той информации, которая прозвучала сегодня. И мы с вами разберем, если хотите, для кого-то индивидуально составим какую-то персональную программу работы над собой. Потому что еще раз хочу сказать, что как только мы с вами усвоим базовые принципы этой программы, мы сможем рапортовать о том, чтобы стали абсолютно здоровыми людьми. Но для того, чтобы это произошло, вам необходимо настроиться на достижение цели. Это на самом деле очень важно. Вот, я все сказала. Так, у нас есть какие-то вопросы в чате. Давайте сейчас секундочку я гляну. Да-да-да, будет запись обязательно. Вот, такая вот история, друзья мои. Ну что, я, честно говоря, честно говоря, вот хотелось дольше поговорить обо всем об этом. Но я думаю, что мы с вами справимся. Просто действительно, есть определенная наша жизнь, и есть определенная информация, которую Ирина Савчин, которая только что была в компании, привезла для нас, для лидеров. Это тоже очень важно, потому что мы с вами не просто должны становиться умнее, но мы должны понимать, что происходит в нашем бизнесе. Поэтому мы зайдем сейчас на лидерский совет и получим потрясающий объем информации. Частично я что-то уже получила, и могу вам сказать, действительно потрясающая информация, которая делает нас спокойными и уверенными. С другой стороны, когда ты понимаешь, в каком бизнесе ты работаешь, с каким продуктом ты работаешь, и когда ты понимаешь какие-то базовые вещи, которые могут сделать жизнь каждого из нас просто потрясающей, и в плане ведения бизнеса, и, как вы видите, в плане сохранения нашего здоровья, мне кажется, мы с вами находимся в правильном месте, в правильное время, с чем я вас искренне поздравляю. Ну что, друзья мои, я прощаюсь с вами до субботы. Я полагаю, что завтра уже Ирина Савчин будет проводить для нас, для всех тренинг, и советую всем включиться в этот тренинг и обязательно послушать. И вообще, друзья мои, заходите на тренинги школы и презентации, потому что вот вы видите, вдруг так вот неожиданно может вывалиться такая тема, такая информация, которая может оказаться нужна кому-то, но кто-то не зашел, а кто-то никогда не зайдет и никогда не услышит, как он мог просто стать здоровым человеком. Ну что, всех, всех люблю, всех ценю. Ради этого постоянно читаю что-то новое, изучаю кучу различных материалов для того, чтобы помочь своим партнерам.